Пульс дня на RTN в студии Артем Андросов. Здравствуйте, давайте вместе подведем итоги этой пятницы. Начинаем. Дональд Трамп накануне дал интервью телеведущему Такеру Карлсону на стадионе в городе Глендейл в Аризоне и назвал «больными» тех, кто считает его другом России. «Они, то есть демократы, любят говорить, что я был другом России, что я работал на Россию, что я был российским шпионом. Это больные люди», — сказал Трамп и заявил, что он остановил «Северный поток-2». Между тем остается четыре дня до выборов, и акции компании Trump Media & Technology Group, управляющей медиаплатформой Trust Social, за два дня биржевых торгов в Нью-Йорке потеряли в цене более 30%, сообщает CBS News. А при поражении Трампа они, скорее всего, упадут до нуля долларов, предупреждает CBS. В то же время кандидат от демократов Камала Харрис усилила риторику и атаки на Трампа. Все чаще она называет его неуравновешенным. А в последние дни после скандала с островом мусора Пуэрто-Рико Харрис сделала акцент на латиноамериканских избирателях и разъяснениях своей программы. В частности, она заявила, что намерена ввести законопроект, предполагающий более строгие правила предоставления убежища в пунктах въезда в США, чтобы сократить поток десятков тысяч мигрантов, пересекающих границу. Для нас, правильно. Ну, в общем, хотел бы, чтобы вы в некотором смысле подвели какой-то итог. Я не знаю, будет ли еще что-то за эти четыре дня, но мне кажется, уже сказано все, что можно, увидели все, что могли. Насколько, по-вашему, мы, очевидно, не увидим уже в результатах опросов изменения латиноамериканцев к Дональду Трампу? Насколько, по-вашему, это повлияло действительно? Ну, страна, в принципе, поляризована до такой степени, что опросы общественного мнения, они все внутри этой статистической погрешности. И, с одной стороны, изменения на полпроцента в какую-то сторону, может быть, очень сложно зафиксировать. Там и так статистические модели. А, с другой стороны, вот изменения даже на полпроцента может решить результат этих выборов. Поэтому, конечно, скандал с этим ралли в Манхэттене, на Манхэттене в Мэдисон-Сквергарден в Нью-Йорке, конечно, на кого-то это повлияет. Нет. Оно подтверждает то, что мы уже давно говорим про Трампа, уже очень давно, что у него он авторитарный демагог, что у него фашистские наклонности. И заявление на этом ралли, это было не единственное про порториканцев. Были оскорбления в отношении Хиллари Клинтон, которая уже 8 лет не участвует в политике, и, естественно, в отношении Камал и Харрис. Но, да, оно началось с оскорблений в адрес порториканцев, которые, кстати, граждане США, которые голосуют, и человек, который там выступал, людей, которые они пригласили. То есть то, что они до этого говорили, может быть, за закрытыми дверями между собой, они решили, что это нормально, что можно выйти вот так вот на камеру, когда это знали, что это все будет транслировать. У них это в голове уже нормально, что такие шутки, это вполне порядки вещей. Я не очень понимаю даже, в чем там был юмор, честно говоря. То есть, может быть, шутка некрасивая или оскорбительная, но хотя бы в ней какой-то юмор. Там даже непонятно, что смешного в том, что назвать остров Порто-Рико это мусором, плавающим в океане. То есть под смех и под аплодисменты. То есть я не очень понимаю, в чем вообще прикол там. Но, конечно, на латиноамериканцев, не только на порториканцев и на иммигрантов, хотя порториканцы граждане, но и на каких-то иммигрантов это может повлиять. Потому что это подтверждает то, о чем мы все время говорили, что у Трампа и его окружение у них ксенофобская, абсолютно ксенофобская политика. Это политика авторитарного демогога, который пытается запугать американцев иммиграцией. Раздувает эту проблему до невероятных размеров. И говорит им, что только он может эту проблему решить, что тоже неправда. Поскольку он не дает решать эту проблему уже как минимум несколько лет, но уж точно с февраля. И на кого-то это может повлиять. Потому что когда Дональд Трамп выступает против, допустим, иммигрантов из Латинской Америки, люди, которые уже находятся здесь, они чувствуют, что он говорит не про них. Он говорит, что это насильники, что это убийцы, что это сумасшедшие, которые сбежали из психушки. Он их оскорбляет, что это паразиты на нашем обществе. И они, когда его, некоторые, когда его слушают, они говорят, ну мы же честные, мы работаем здесь, мы честные, все делаем. Значит, он говорит не про нас. И когда делается вот такое за последние несколько дней такое заявление, которое подтверждает, просто подтверждает то, что мы уже давно говорили про Дональда Трампа и про трампизм и про его окружение, конечно, на кого-то это подействует. И даже я читал где-то, что в Пенсильвании, наверное, самый главный штат, где будут проходить выборы, который может на самом деле все решить, проживает полмиллиона Пуэрториканцев. Не значит, что все абсолютно из них голосуют, не значит, что они все переключатся. Я хотел, кстати, об этом сказать, что действительно Пуэрториканцы в Пенсильвании могут сделать эти выборы на самом деле, потому что там огромная комьюнити. И, ну, как мы знаем, там буквально сегодня утром смотрел, что-то вот 48 и 48 идут кандидаты, но по процентам, я имею в виду, что разница будет, ну, как мне кажется, несколько сотен голосов. Очевидно, что Пуэрториканцы повлияют там. Да, это может повлиять. Мы не узнаем, пока не будут подсчитаны голоса, и мы не узнаем именно это ли событие повлияло или что-то другое, но маленький сдвиг полпроцента в какую-то сторону, и все. И президентство будет у Камала Харрис, и полпроцента в другую сторону будет у Дональда Трампа. Поэтому, если вы нас слушаете, смотрите, если вы живете в ключевом штате, ваш голос может быть решающим. А если вы живете, допустим, в Нью-Йорке, то от вас зависит контроль над Палатой представителей, потому что если вы живете в конкурентном округе, особенно на Лонг-Айленде, то это может решить, кто будет контролировать Палату представителей, что очень важно, кстати, особенно в вопросах Украины, потому что республиканцы при контроле Палаты представителей уже блокировали помощь для Украины, и спикер Майк Джонсон, если он останется спикером, он уже сделал соответствующее заявление, что нет аппетита продолжать помогать Украине, потому что от вас зависит тоже очень много, то есть не только Пенсильвания, но и, в моем примере, Нью-Йорк. Вот я слышал такую точку зрения от латиноамериканцев, кстати, когда произошел этот скандал с Пуэрто-Рико, буквально на следующий день или через два дня некоторые латиноамериканцы в Майами говорят, возможно, это было сделано намеренно, что Дональд Трамп в последние дни не использует свою компанию, чтобы донести какую-то информацию для избирателей, а именно просто разжигая какую-то определенную ненависть перед выборами. И здесь вопрос у меня, не считаете ли вы, что пришел тот день, ну, на следующей неделе может прийти тот день, когда, как вот некоторые опасаются, вспыхнут какие-то протесты, митинги и так далее, и вот сейчас Дональд Трамп и его компания используют эти дни, чтобы как раз-таки разогреть людей? Стратегия Трампа, как прийти к власти, это именно возбуждать эту ненависть, пробивать это дно до бесконечности, причем чем дальше, тем глубже его нужно пробивать, чтобы привлекать людей, на которых это действует. Я не знаю по многим причинам, но есть люди, которых он вызывает страх, страх к тому, что может произойти, он раздувает эти проблемы и требует таким образом, чтобы они голосовали за него. И это часть этой самой стратегии, и он не пытается получить больше голосов в середине, вот как бы классически, если подходить к американской политике, он не пытается завоевать центр, он пытается сделать так, чтобы вот эти люди, на которых он может повлиять, вот этим вызвать этот страх, в данном случае к эмигрантам, чтобы они все пришли голосовать, и за счет этого он собирается выиграть. Не за счет того, что он пытается объединить страну или передвинуться к центру, он на это, во-первых, не способен, во-вторых, это не входит в его план. Поэтому, может быть, может быть, это еще одна попытка привлечь больше избирателей, которые боятся эмиграции, которых Трамп уговорил, что нужно бояться эмиграции. Может быть, это часть этого, но, скорее всего, я даже думаю, что это было не запланировано, а не просто это то, что они из себя представляют. И люди показывают свое истинное лицо. И когда вам такие люди показывают свое истинное лицо, верьте им, не нужно искать какие-то сложные многоходовочки, какие-то сложные объяснения, какой-то сложный план, почему это было сделано, не надо искать какую-то шахматную игру здесь. Они просто показывают, кто они есть на самом деле. И просто для них это нормально, они даже не понимают, что это ненормально, то, что они делают. Когда они оказались под свето-прожекторов и камер на Мэдисонской ангар, они просто были сами собой. Этот вопрос, наверное, касается больше, конечно, Дональда Трампа. Тем не менее, я спрошу, в общем, как вы считаете, насколько просто будет признать поражение для каждого из кандидатов? Мы все еще живем в демократической стране. И в чем преимущество демократии? Почему демократия самый лучший строй, лучше ничего не придумали? Потому что мы все разные, у нас может быть разное мнение на очень много разных вопросов. Но в результате демократических процессов, которые заканчиваются выборами на президента каждые 4 года и каждые 2 года в другие органы власти, мы решаем наше разногласие мирным путем. И если мой кандидат проиграл, я буду пытаться в следующий раз, чтобы мой кандидат выиграл, но я не пойду штурмовать Капитолий, я не буду устраивать беспорядки, я готов играть по правилам демократии, потому что, опять же, лучше ничего нет. Поэтому Хилари Клинтон признала поражение в 2016 году, Эл Гор, который, скорее всего, выиграл выборы в 2000 году, когда Верховный суд сказал, все мы признаем Буша президентом, он признал поражение, потому что мирная передача власти важнее для нас была, и для многих из нас и есть, чем победа какого-то одного кандидата. Намного важнее, что мы можем прийти через 4 года и отстаивать свои позиции, и, может быть, в следующий раз выиграет наш кандидат. Для авторитарного демагога, которым является Трамп, и для людей, которые склонны к вот этому авторитарному мышлению, их демократия не устраивает. Они готовы отказаться от демократии ради того, чтобы их идеи, которые, может быть, непопулярны, победили сейчас раз и навсегда. И они в Трампе видят вот этого диктатора, которые, эти их идеи, которые им нужны вот сейчас, они видят, что он будет эти идеи исполнять. И поэтому при поражении на выборах часть из... Трамп не признает выборы, это гарантированно. Он даже не признал выборы 2016 года, когда он победил, потому что он считал, что он набрал намного больше голосов. Он не признавал их еще до того, как началось голосование, и не признавал в 2020 году, как мы знаем, и он не признает их сейчас. У Трампа только два варианта. Или он победил, или выборы украли. Других вариантов у него нет. И у него есть достаточно, я не говорю, что все, но у него есть достаточно поддержки от людей, которые с ним в этом согласны. И поэтому, если Харрис проиграет, она тут же признает поражение, все, мирная передача власти, американский народ сделал свой выбор. Если Трамп проиграет, он поражение не признает. И он, для него, понимаете, для него попытка вернуться в Белый дом, это еще и попытка избежать тюрьмы. Потому что он находится под многочисленными следствиями, там что-то апеллируется, что-то уже он проиграл. И несколько делами несут потенциально тюремный срок. Одно из них уже он признан виновным, хотя он пытается апеллировать, но ему грозит, абсолютно реально грозит тюремный срок. И если он станет президентом, он сможет все эти дела или закрыть, или просто уйти от ответственности. И, естественно, если он проиграет, ему отступать некуда. Для него это катастрофа, даже не только с психологической точки зрения, что он не может признать поражение, но и с юридической. Но я все-таки немножко более оптимистичен в этот раз, что ему не удастся повторить попытку государственного переворота, которую мы видели в 2020 году, в 2021, да, 6 января. Потому что у него нет реальной власти сейчас. То есть где-то половина всех нелегальных действий, которые он совершил после поражения 2020 года, он не сможет сделать просто технически. Он давил на вице-президента Майка Пенса, которого была церемониальная роль. Он давил, что тот не признал результаты выборов. Майк Пенс не вице-президент. То есть он не сможет надавить на Камилу Харрис, чтобы она не признала собственную победу. Он пытался использовать армию. И в 2020 году Марк Милли, который был начальником штаба, он публично сказал, что я не собираюсь выполнять нелегальные приказы. Армия не подчиняется Трампу сейчас в любом случае. Он пытался использовать Минюст. И 3 января 2021 года он встретился с Минюстом и потребовал, чтобы они объявили, что были нарушения на выборах, которые могут изменить результат. И угрожал, что он поставит своего человека во главе Минюстона, что его же люди, которых он назначил, во главе Минюста, они сказали, мы сейчас все подаем в отставку. И тебе это обойдется намного дороже, чем ты думаешь. То есть для тебя это выйдет очень плохо. Минюст ему сейчас не подчиняется. Его союзники, республиканцы, в органах власти в каждом штате и в Конгрессе, да, они могут попытаться опять ему как-то помочь. Но я все-таки думаю, что если они увидят, что он опять, опять проиграл, и он тянет их за собой вот в это дно, и многие юристы, и многие участники вот этих всех дел 20-го года, всей этой попытки переворот, они под следствием уже, или уже сидят в тюрьме, или потеряли лицензию практиковать закон, или уже те, что штурмовали капитал, они уже отсидели. Люди просто, если он проградит, еще раз, я просто не думаю, что люди захотят реально рисковать своей свободой, и своим будущим, и своей карьерой ради человека, который опять проиграл. Но, может быть, будут какие-то элементы, которые будут устраивать беспорядки, к сожалению, но я думаю, что с ними просто разберется местная полиция. Дмитрий, спасибо большое за то, что нашли время, присоединились к нашей программе. Сегодня это был Дмитрий Абрамсон, политический аналитик. Спасибо большое. Сейчас короткая реклама на RTN, после которой мы вернемся в студию и продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова